Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 сентября и несмотря на то, что уже средина сентября, я хочу вам показать, что некоторые томаты у меня еще растут. И вот если сформулировать вопрос, как выглядит сейчас у меня огород, он выглядит по-разному. Как я уже говорила, половина у меня вообще пусто, все уже давно убрано. Но некоторые томаты, если на них посмотреть, то можно подумать, что вообще сейчас не средина сентября, а какой-нибудь июль или начало августа. Посмотрите, как хорошо выглядят вот эти вот томаты. Я сейчас хочу вам показать, какие именно в это время у меня томаты еще вовсю растут и какие я еще не собирала, почему я их не собираю. Но сейчас я сделаю немножко небольшое отступление. Вот глядя по телевизору вот эти тревожные репортажи, где в Иркутской области некоторые области районы уже завалило снегом. Я, конечно, опасаюсь. Я вот сейчас вышла собирать последний урожай. Ну пусть не последний, пусть предпоследний. Ладно, не буду говорить последний, а то уже смешно. И я вот с такой опаской смотрю в небо. У нас небо черное. Смотрите, какие тучи ходят. Вот вообще темнота. И я опасаюсь, что сейчас на меня что-то обрушится. Хорошо, если это будет дождь. Но это может быть и снег. Я у мужа спрашиваю, говорю, как ты думаешь, сейчас что будет, дождь или снег? А он говорит, а тебя крупа не устроит. Я говорю, ну главное, чтобы не град, чтобы не повил мои томаты. Оказывается, бывает и такой парадокс. Если, например, в сентябре сейчас пойдет у меня снег или град, он может опять побить мои томаты, потому что томатов у меня еще в огороде дофига. Какие томаты растут у меня еще сейчас в огороде? Это, конечно, индотерминатные. Большей степени такие среднеспелые, позднеспелые. Конечно, ни Демедова, ни Настеньки у меня уже в помине нет. Но опять же, я могла бы по своему желанию их, если посеять попозже и высадить позже, и они бы меня сейчас радовали вот так же. Но я их предпочитаю высадить пораньше. Что я собирала сегодня? Сегодня я собирала последние розовые фламинго. Но это точно последние. Все они очень хорошие, они все целенькие. Но вы видите, что тут только грязные, нет никаких ни больных, ни с темными пятнами, ни гнилых. Конечно, это все кладу все подряд, без какой-то обработки, без разбора. Разбирать уже буду потом дома. Вот хорошие, вот такие полноценные на семена, а вот эти зеленые на хранение. Так, эти оббирала, потом оббирала. Еще один сорт мне прислала девушка из Германии, похож на нашу, на пузатую хату и на стопудов. Называется Кагацон. Я еще полностью с ним не знакома, но вот так тоже как узелком, как бы грушевидный, труфелевидный. Он у меня был и в теплице, и на улице. Есть он в каталоге. Вот эти последние-последние плоды я собрала. Но вот как по внешнему виду не отличишь ни от пузатой хаты, не от стопудов. Но это германский сорт. Потом, почему у меня висят вот эти вот красавцы до сих пор так поздно? Вот там очарование. Сейчас подойдем поближе. А вот это вот лампы Алладина. Ну, конечно, я-то преследуюсь своей цели. Конечно, их можно было уже давно обобрать все. Но мне хочется, я еще раз повторюсь, так как я... Вот это вот у меня на семенной фонд идет. Вот некоторые я уже давно обобрала, а эти я специально их выдерживаю, чтобы они у меня созрели на кустах, чтобы были полноценные, здоровые семена. А теперь вот, которые у меня допоздна висят, они еще будут закаленные, то есть такие более устойчивые. О, солнышко выглянуло. Конечно, висит еще очарование. Висит оно по этой же причине. Я уже говорила, показывала вам, что есть у меня позднеспелый сорт, очень красивый, очень урожайный очарование. И когда в прошлый раз я вам его показывала, подходила, он был половина несозревший. И многие сетовали, что вот как жаль, помидоры не созрели. Вот теперь они у меня почти все созрели. И вот именно вот эти семена, которые сейчас созрели, ну, конечно, без мелочи, я такую мелочь уже не собираю. Все они пойдут на... Ой, все вот эти томаты пойдут на семена. Вот это вот, как я всегда захожу, у меня такая ассоциация. Осеннее очарование. Вот это и есть осенью. Так очарование красиво выглядит. Возможно, что еще доспеют... Сейчас подойду. Возможно, что еще доспеют и вот эти ломтикисти. Смотрите, какие кисти. Раз, два, три, шесть, пять, шесть, семь, восемь. Восемь томатов ели. Ну, и в руку, конечно, они не входят. В кисти такие огромные. Но если они не доспеют, я их уложу на хранение, съем зимой. Так вот, очарование у нас осталось. И вон там, видите, висит добарао золотой. Те томаты тоже способны оставаться на улице очень-очень долго. Я уже про них говорила, что они очень устойчивы к похолоданию, очень устойчивы к перепадам температур. Когда вот у нас бывает днем плюс 20-25, а ночью 3-5 градусов. Вот такие вот качели. Некоторые томаты не выдерживают. Начинается у них витактура и все. Но, как вы видели, я подходила. Томаты, видно, что они не обубранные, вот эти верхние. И нет там никаких ни черных, ни гнилых. И это очень важно посмотреть, как выглядит тот или иной сорт поздно вечером. Ой, поздно осенью. Ну, короче, очень поздно уже в сентябре. Потому что не каждый томат способен расти вот в таких условиях, когда уже то ли там снежинки пролетают, то ли просто около нуля, когда холод. Я уже не говорю о том, что утром такая холодная роса и пара за рта. Если томатам это все ни по чем, несмотря на это, если они выглядят вот так вот, без гнилых пятен, без каких-то повреждений, это значит, что томат очень болезнеустойчивый. Но я все это говорила, когда было очарование. Но тогда оно было зеленое, и мало кто верил, что в таких условиях, ну, в экстремальных, можно сказать, что томаты еще вызреют. И вызреют без повреждений, без болезней, без всяких, без вот этих пятен, гнилей, почернений. Как вы видите, ничего такого нет. Все они здоровые, все красивые. И вот эти осенние томаты, по моему мнению, это самые-самые вкусные. Потому что они сейчас, не знаю, может быть, потому что они у них то холод, то жара. И вот они такие делаются сахаристые. Они уже, у них все там, все эти процессы закончились. Они уже такие успокоенные висят. Да, вот у нас сейчас холодно. Единственное, я хочу сказать, почему я рада, что у нас холодно. Вот сегодня сейчас убираю эти палки, выдергиваю все кусты. Я вижу, как последние вот эти белокрылки, как очумелые, вспархивают. И жмутся к последним листикам, которые я же все убираю. Сейчас буду все растительные остатки уносить за пределы. И они не знают, куда им деваться. Я так ухмыляюсь. Так, вам и надо, скоро вы все замерзнете. Я надеюсь, что до будущего у меня этих белокрылок не будет. Буду сразу с весны следить. Но вот сейчас я махнула на них рукой. Вот там пошла в это, палки выдергивать. Там, видите, еще много зелени. Я уже никак не могу их контролировать. Но вот все, живут они у нас теперь. И единственное радует, что они, вот эти большие взрослые особи, они все-таки умрут в зимний период. Останутся, может, только личинки. Ну все, до свидания. Вот так выглядит огород мой сегодня, 14 сентября. Вот такие помидоры у меня еще вовсю висят, спеют. Несмотря на холод, несмотря на плохую погоду. Особенно мне нравится вот это очарование. Буду сегодня его снимать. Ну а вот эти вот большие зеленые кисти пока останутся. Все, до свидания.